Друзья, всем большой привет! Вы, как всегда, на канале Разгоняем Алкопоезд. Дэмус на проводе повесился и болтается. И сегодня необычный выпуск. Будет гость. Да, вы не ослышались. Действительно, сегодня будет гость. Выпуск необычный, потому что гости у меня бывают крайне редко. Гость по машинам. Вот. Но, к сожалению, гостя мы показать не можем, потому что это слишком известный человек. Тем более, в обычной жизни, если увидят, что он пьет водку, его забьют свои же зожники. Поэтому он будет присутствовать вне кадра. Что будет сегодня представлено на Алкотесте? Это водка хлебная половинка. Почему она? Голосовалка на вкладке сообщества. Да, понимаю, функция очень сильно бесполезная на Ютубе, но захаживайте туда почаще, потому что там происходит как раз-таки именно выбор, и выбор, где ваш голос решает. Сначала откроем, попробуем. Подарок коту. Почему-то она проворачивается, может быть, ее надо... А, ну, нет. Ладно. Все проливается. Ну, спиртом пахнуло. А хлебом нет. Да, хлебом нет. Ладно. Ну, сегодня не будем говорить традиционный тост. Выпьем просто за добрый вечер. А теперь будем читать. На заднем фоне у нас хлеб. Неудивительно, да? Хлебная половинка. Водка, огдов. Пшеничная мягкая. Крепость 40. Уникальный рецепт. Три. Три отборная пшеница. Русские, русские, мало-мало, плохо-плохо. Прямо как я. Натуральные компоненты. Ну, конечно. Удивили. Значит, что интересно, объем у нас здесь 0,45. Прокомментируй, пожалуйста, эксперт. 0,45. Жадность банальная. Вот так вот. Потому что в любом случае вот этого последнего полтяжка не хватит. Мягкая, как свежий хлеб. Итак. Состав. Вода питьевоисправленная. Не удивили. Спирт люкс. Сахар белый. Настой спиртованной. Трорная пшеница. Значит, первого слива. В скобочках пророщенное зерно пшеницы. Хлеб пшеничный сушеный. И сухари пшеничные. Производитель. Здесь их, кстати, у нас несколько. А код указан где-то, короче, вот. К. ООО. Климовический ликероводочный завод. Республика Беларусь. Город Климович. Или Климович. А белорусы поправят. Конченая какая-то система. Еще и проливается. Все. Бери. Поехали. Так, ну давай сначала я скажу, а потом ты скажешь. Окей. Ну, не самая жесткая водка. Вкус присутствует. Вкус не сильно резкий. Может быть даже, я бы сказал, не сильно выбивающийся из общей композиции. В послевкусие присутствует и довольно-таки продолжительная. Закусить захотелось. Говори. Говорю. А мне, вот как ни странно, она довольно-таки сильно понравилась. Я бы такую водку зимой брал. Потому что, вот после второй рюмочки у меня тепло. Да. Началось прогреваться. Мое естество внутреннее. Вот. Хлеба нет. И послевкусия какого-то тоже нет. То есть, в принципе, прям сильно ее закусывать можно и не. Про запивку я уже вообще молчу. Запивать ее можно и не. Вот тем и интересно будет мнение истинного зожника. Так. Ну, по традиции напоминаю. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Кто подписан, проверяйте подписку. Потому что YouTube отписывает. Не забывайте за лайки, за много-много комментариев. Потому что это продвижение канала. Так что, друзья, за вас. И спасибо заранее. А вот я чувствую горчинку. Прям достаточно ощутимую горчинку. Которая мне всегда напоминает такой элемент, когда мука на сковородке пригорает. Вот отдает именно этим. Достаточно часто. Вот в Налибоках такое было. А здесь прям хорошенько-хорошенько это отчетливо. И что действительно, правильно говорит гость, тепло. Тепло прям ощущается. А я вот очень люблю, чтобы так было. Я вот сейчас ощутил в конце привкус как будто сженых сухарей. Ты что, закусывай, закусывай. Да у меня же есть нельзя, мне пить только можно. Это мы вырежем. Традиционная магия монтажа у нас уже налито. Ну просто запоганили великолепный дубль с просто охренительными шутками. Ну бывает, что поделать. Есть привет. Итак, властью, данной мне Ютубом, привет отправляется Сергей Андреянов из Сидельникова. Здоровья. За Сидельникова. Запикаю. Не знаю, я вкус здесь чувствую очень серьезно. Женочка такая, горчиночка. После вкусия, вот реально, я когда сухари пережариваю в духовке, такая же херня. Вот. А, ну у меня еще проблема одна есть. Давай. Я вчера обжег себе всю гортань йодом. Зачем ты пил йод? Я не пил йод. Я хотел прижечь зуб и слишком много на ватку капнул. И оно как вот так вот, как растеклось. Я думал, там сдохну нахер. У меня эта, часть языка вообще еще ничего не чувствует сейчас. Но гортань чувствует. Рубрика откровения. Зажник. Да, зажник. Ну давай, выздоравливай, Максимка. Насчет Максимки это шутка. Это всегда-то из фильма. С водкой «Хлебная половинка» я уже был знаком, но немножко с другой ее модификацией. А сейчас будет охренительная история. Кто давно на канале, может быть, блин, она проливается просто вот кобзда. Ну, чтобы ты пальчики облизывал. Дезинфекция это как раз таки. Да. Модно, стильно, молодежно. Чтобы не переводить санитайзер. Да, вот. Короче, очень давно еще, ну еще очень давно, я записывал «Хлебную половинку» ржаную. Это был, наверное, самый короткий ролик, который я записывал вообще за всю историю. Потому что там было минуты три. Я выпил две рюнки, я плевался очень сильно. Ну, а потом ролик я этот удалил. Удалил по какой причине? Я как-то сидел, заодно водку пробивал по эгоису, у меня там надо было что-то надыбать, я уже не помню чего. И у меня эта половинка не билась. Или глюк системы, или действительно я вошел в то число счастливчиков, которые умудряются найти паленушку. Ну, то ли я не знаю, что произошло. Поэтому я просто убрал, потому что ну как-то необъективно, она ни хрена не бьется, мне для этого бьется прекрасно. И, ну, здесь водка не только бьется, она еще и пьется, что неплохо. А тем более, учитывая ценник. Ценник 249 рублей, 250. Продается в магнитах. Есть что сказать? Кто забыл закрыть дверь в колонну? Давай бахнем и будем итоги подводить. Давай. Только потом этот трэш не смонтируй никогда. Ну что, по итогам. Что-то я зачистил, конечно, с белорусскими продуктами. Не к добру. Ну, в связи с последними, это же тренд сейчас, хайп, в связи с последними событиями. Давай я даже микрофон сейчас сниму тебе поближе к твоему хавальнику. Ну, можно и так сказать, обожженному месту, через которое ты говоришь. Давай, начни ты. Ну, хорошая водка, но для зимы. Летом я бы ее пить не стал, потому что слишком, слишком уж она как-то прогревает. И вот чувствуется, сколько мы там начислили уже. Не, мы все выпьем. Ну, я понимаю, что мы все выпьем. Слишком уж она по башке бьет. Язык развязывает или завязывает, хуй его знает. Твоя оценка? По сколькибальной шкале? Я сейчас тебе еще раз спрашиваю, какая твоя оценка по пятибальной? Четверка. Да я еще не сказал тебе, ни вопрос не задал. Блин, я не поеду, как у вас все сложно-то, блять, в кино и кинематуре. Это не через постель, блять, ужас. Спасибо. Ой, это мы тоже вырежем. Может быть. Ваша оценка, дорогой гость? Четыре. Твердая четверка. Вот. Теперь скажу я. Ой, вы себе не представляете, насколько сложно мне снимать с вот этим вот пассажиром, который именуется еще и гостем. Потому что он сидит постоянно, ржет, який конь. Вы просто все это не слышите. Итак, водка хлебная половинка. Пшеничная, мягкая. Ну, начнем с козырей. Что за 0,45? Ну, трэш. А потом что будет? 0,41 или может быть еще что-то там. 0,48. Ну, 0,45. Как-то не солидно. Не нравится мне такой объем по водке. Вкус имеется. Вкус, вот как правильно Евгений сказал, что есть привкус сжженых сухарей. Я его называю привкус сжженной муки. Он присутствует. Такая прикольная горчинка. Не самая жесткая водка. Нормально пьется. Да, учитывая, что все-таки на люксе, пьется неплохо. Не супер сладкая. Тоже здесь не хочется как-то вырубаться. А я обычно все-таки акцентирую на этом внимание. И что действительно прикольно. Это хорошее тепло. Прогревающее такое. Мощнейшее. Поэтому, поэтому я бы ей поставил. Еще учитывая ценник. Все-таки 250 рублей. Это практически уже близко к минималке. Я бы ей поставил 3,5. Вот так вот. 3,5. Мнение мое. Я, естественно же, ни в чем не разбираюсь. А этот вообще конченый. Поэтому на этим откланиваемся. Всем здоровья. На этим ошибки. Вот. Корректирует еще. Хотя уже и лыком не вяжет. Конечно. Йоду нахлестался. Короче, за вас, друзья. И до скорого. Продолжение следует.